Интересно, что у нас как только разрешение на строительство получат, так сразу всех тянется орудить какой-нибудь хоть завалященький, но именно торговый центр. А что, сдал помещение в аренду и сиди, считай от аренды дивиденды. Вуз не дуй, мечта поэта, да и только. Начальник региона дал поручение узнать подробности дела первому зампреду правительства Олегу Булекову, а и же с ним руководителем регионального министерства имущественных и земельных отношений, госстройнадзора, управления архитектурой и так далее. Так что теперь будет работа чиновникам, чтобы разъяснить Верховному в регионе, а зачем Рязани нужен еще один торговый центр, да там, где их и так прут-пруди. Уже скоро и в каком-нибудь Нью-Йорк-Сити торговок зданий на единицу площади будет меньше, чем в Рязань-Матушке. Это же опять неизбежные автомобильные потоки, а значит пробки, заторы и прочие неприятные вещи. До выяснения всех обстоятельств строительство приостановить, распорядился Олег Ковалев. Надо заметить, что в тех краях вообще строительство идет такое, что просто держись, например, у здания пенсионного фонда уже в буквальном смысле слова повернуться-развернуться негде. Такие вещи, как непонятное строительство, надо и впрямь пресекать в корне, и пока не поздно, а то у нас есть уже прецеденты. В том числе, например, в центре Рязани на улице под названием то ли Астраханской, то ли Ленина, тоже непонятно. Коротко говоря, аккурат у горпарка. Здесь чиновники активно сносят на бумаге, да никак не снесут в натуральном виде, курьезный сарай-паразит, прилепившийся к историческому зданию бывшего поземельного банка. Ну и завершая сегодняшнюю передовицу, сообщим, на эту пятницу администрации Рязани назначено выездное обсуждение с целью выяснения общественного мнения по вопросу строительства многофункционального досугового детского центра на улице Интернациональная, тоже Московский округ. Детский центр это очень хорошо, это мы всегда за. Только надо повнимательнее посмотреть, а не станет ли при строительстве детский центр приобретать явственные очертания центра торгового? Разве не было уже чего-то такого на тему, как в кино брюки превращаются в том же самом Московском округе? Строили одно, а выстраиваться стало совсем другое. И был тогда скандал, который пришлось разруливать с участием высоких представителей власти.